Приветствую вас! Я вижу два варианта, которые могут быть как полновесными аргументами в данной истории, так и наоборот, могут быть совокупными, сочетающимися факторами данной истории, образующими мотивацию мужчине поступать именно так, а не иначе. Значит, эти факторы следующие. Человек боится близости и ответственности. Можно объединить эти два аспекта, ну просто потому что разницы между ними достаточно немного. Разницы между ними достаточно немного. Это первое. И второе. Человек почувствовал, мужчина почувствовал, что его самолюбие будет задето, если он не даст вам того, что вы хотите. То есть, не даст вам, ну, например, той же, той же, той же семьи. Да, то есть, вы семью хотите, он семью, он семью не хочет. Ну, скорее всего, боится, не хочет, а боится. Соответственно, он почувствовал себя в ответ. Почувствовал себя ущемленным в этом аспекте. Вот. Как бы, говорить о том, говорить о том, что он заботится о вас, можно, но я бы не стал. Ну, просто потому что подобное точка зрения может вызвать у вас уже чувство вины. Вот. Что, опять же, ничем хорошим для вас быть не может, в принципе. Вот. То есть, на мой взгляд, причины вот именно такие. На мой взгляд, именно в этом заключается основной аспект мужчины. Нет, конечно, может быть, он желает вам добра, может быть, он хочет, чтобы у вас все было хорошо. Вот. Но, тем не менее, как правило, люди, они руководствуются именно вот такими аспектами, значит, при формировании своей, своего отношения. Вот. Со своей стороны, вам желательно проанализировать, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Для чего вы выстраиваете отношения с мужчинами? То есть, зачем, какова цель? Как вы воспринимаете мужчину? В данном случае, речь может идти о том, как он вам видится, ну, мужчина, как вам видится мужчина. В данном случае, в данном случае, речь может вестись именно об этом. И как ведете себя, собственно говоря, вы. В данном случае, это, пожалуй, тоже является одним из ключевых аспектов данной истории. Вот. А дальше, 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 значит, вам необходимо проанализировать свои желания. Т.е. почему я хочу семью? Зачем она мне, семья? Что должна семья мне дать? По моему, по моему мнению, что она должна мне дать? Чего мне не хватает, как бы, ну, в жизни. Чего мне не хватает в жизни? Что я хочу семью? Вот. Это очень важный тоже момент для того, чтобы вы адекватно оценивали свое поведение в отношениях с мужчиной. Чтобы вы, как бы, ну, понимали, что происходит. Чтобы вы понимали, чего вам хочется. Чтобы вы отдавали себе в этом отсчет. Понимаете? И вот это, пожалуй, тоже является достаточно важным моментом. Вот здесь. То есть вам не, вам не мужчину понимать нужно, а себя. Себя, себя пытаться понять. Даже не пытаться работать над тем, чтобы понять себя. Вот. Потому что без этого, без понимания себя, вы не сможете поступить нормальные отношения. Отношения. И не сможете, что интересно понять других людей. Потому что других людей, других людей можете понять только в том случае, если будете понимать себя. Вот. По-другому не бывает. К сожалению. Вот. Вот так вот можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я желаю вам всего, всего самого доброго. Удачи и успешного разрешения данной ситуации. Все реш belle ответы. Продолжение следует...